На часах 7.00 солнце уже высоко и радует нас всех своими первыми лучами, а это значит, что настала пора встречать утро нового дня. С вами сегодня Стефан Филатов, Александр Корнович. Два часа с 7.00 до 9.00 в прямом эфире на телеканалах «Первый Крымский Крымин-24». Мы будем сегодня с вами. Только посмотрите, какое прекрасное утро, какие прекрасные виды и именно такое настроение мы хотим вам сегодня и передать. Ну а для того, чтобы это утро было не только добрым, но и информативным, мы уже готовы вам рассказать несколько новостей. Ореховый бум на трассе Таврида. Нелегалы там устроили торговую точку. Продают не только грецкие орехи, но и арахис и миндаль. Ну, наша съемочная группа пообщалась уже с теми, кто вступил на эту темную продажу, темную дорожку продажи незаконных орехов и уже готова рассказать Кате Серегина, почему они все-таки решили вести свой бизнес таким образом. Проехать мимо и не заглядеться на эти орехи просто невозможно. Большая табличка. Товар сразу на виду. Лучшей рекламы и не придумаешь. Основные точки продажи орехов вдоль трассы Таврида в Белогорском районе, а также под Симферополем. Легковые автомобили выстраиваются на обочинах. Багажник их импровизированный прилавок. Единственное, персонал неприветливый. Хотим узнать цену, от нас убегают. А чего вы собираетесь? Вы уже все не будете продавать? А чего? Торговая точка впечатляет мобильностью пару секунд, и ее нет. Наверное, уехала прямиком в Краснодар, номера этого региона. Не расстраиваемся, едем дальше. И вот еще несколько ореховых точек. Документов на продажу на руках нет. Есть оправдание, почему ступили на теневую дорожку. Я 8 лет на трассе стою, 8 лет я пытаюсь, чтобы дали... Не обязательно снимать меня, конечно. 8 лет я пытаюсь, чтобы мне дали какое-то место на ярмарке или где-то. Мне кто-то дал, мне никто этого не дал. Вы работаете, вы с образованием, я без образования. Мне что надо сделать? В тюрьму пойти? Нет. Вот и все. А почему вам места не дают? Ну, я не знаю. Это вы поедете в администрацию, так же, стратеги. Основной товар – грецкий орех в Скорлупе продают за 200 рублей 3 килограмма. Так нам сказали торговцы, но даже сравнительно низкие цены покупателей не привлекают. Вы хоть какой-то доход получаете с этого? Не получается у вас? Нет, не получается. Не получается, да? В этом году придется продать машину, чтобы продать машину. Машину придется, да, продать? Да. Потому что не только товар не продается, но и штрафы нужно оплачивать. В бой с тенью выходят сотрудники ГИБДД. Их единственная мера – наказание рублем от 5 до 10 тысяч рублей. Главное – не прощелкать. Екатерина Серегина и Антон. Лукьяненко. Новости 24. Стефан, признавайся, можно ли сказать, что ты лихой гонщик? Вот нет. Про себя такого я не могу сказать. Могу рассказать многое, но уж точно нет. А прав у меня нет и за рулем даже никогда не сидел. Вот оно что. Вот такие вот подробности выявляются в прямом эфире. Но я хочу рассказать, что есть люди, которые готовы даже обогнать свой страх и более того, сделать это на скорости. С ветерком по гоночной трассе в Евпаторе проедут пара спортсмены. Ничего себе. А соревноваться люди с травмами опорно-двигательного аппарата будут на специальных картингах. Что же для них это значит, знает Дмитрий Попов. Оксана Пономарева не может ходить. Пережила серьезную травму в 2000 году. Первое время после ДТП боялась машин и скоростей. Но преодолев страх, в прошлом году приняла участие в картинг-гонках. Заняла третье место. Это было для меня очень неожиданно. Я даже, как бы, мне просто хотелось проехать и вот, как говорится, выхватить, наверное, адреналин. И все. Вот у меня вот просто потому, что это такое что-то новое. Многие участники тех соревнований делились воспоминаниями в социальных сетях. Сохранились впечатления и позитивные отзывы. Вот, например, запись пользователя Крикет М. Собрала на 52 лайка. Подпись «Картинг без границ», хэштег «Любовь и картинг». Почитаем комментарии. Пишут «Красивая, очень круто получилось и много-много смайликов с сердечками». Есть что вспомнить Марине и Александру. Он занял второе место. Пара уверена, такие яркие события укрепляют отношения. Когда проезжаешь, мимо получается, ну, пидстопов, да, все кричали. Все «Ура! Май вперед!» Марине недавно сделали операцию. Несмотря на это, она мечтает снова принять участие в этом году. Это очень хочется поучаствовать. Это такое грандиозное мероприятие. Это так интересно, так весело. Спортсмены проедут по одной из лучших трасс в России. Ее длина почти полтора километра. Множество поворотов и зверин, как говорится, тем самым для любителей картинга. Это своеобразный, как говорится, драйв, где можно, говорится, и добавить скорость, и на поворотах притормашивать. Для участия в соревнованиях зарегистрировали 70 человек. Это опытные начинающие спортсмены со всей страны. Картинги переоборудованы, управление ручное. Зрители получат свой адреналин. Они смогут... Увидеть интересный концерт, принять участие в конкурсах и соревнованиях, и вообще в развлекательной программе, которая будет очень яркая в этот день. Гонка пройдет в Евпатории 29 августа. Самым быстрым вручат кубки. Такие соревнования будут проводить ежегодно. Дмитрий Липопов, Анастасия Кошель, Олег Черемисин. Новости 24. Разработан проект реставрации Романовской гимназии в Керче. Сейчас документация проходит государственную экспертизу. В качестве учебного учреждения памятник архитектуры 19 века уже работать не будет. Какое будущее ждет одно из самых старых зданий города-героя, и где продолжит обучаться гимназист, узнавала Екатерина Рябова. Татьяна Бойко окончила гимназию имени Короленко в 1986 году. Спустя годы вернулась в родные школьные стены уже в качестве директора. Отмечает, после того, как здание признали аварийным, педагогическому составу приходится непросто. Для обучения детей арендуют кабинеты в нескольких заведениях. Некоторые учителя вынуждены по трем школам передвигаться, некоторые по двум школам. Но учебный процесс поставлен так, умудрились мы его поставить, чтобы учителя меньше передвигались. После того, как классы расформировали по трем разным учебным заведениям, обучение в гимназии продолжили всего 370 детей. Многие признаются, остались лишь из-за хороших педагогов и традиций школы. Здание женской гимназии в Керчи было построено в 1885 году. Обучение здесь считалось очень престижным. Именно в этих стенах многие девушки стремились получать знания. Своё название Романовская гимназия получила в 1913 году в честь 300-летия царствующей династии. Уже в советские годы учебное заведение стало общеобразовательным. Здание гимназии признали аварийным в 2017 году. Памятник архитектуры нуждается в капитальном ремонте. Это улица Луки, Война и Синецкого. Именно здесь построят школу на 800 мест. В трёхэтажном корпусе разместятся 33 учебных класса, гардеробные, мастерские, актовый зал, спортивный блок. Рядом с учебным заведением построят полноценный стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками. В новую школу первым делом переведут всех учеников Романовской гимназии. Строительство проведут в рамках федеральной целевой программы. Стоимость работ больше 600 миллионов рублей. Отреставрированный памятник архитектуры станет музеем военной истории. Данные работы должны быть с экспертизой уже в сентябре 2019 года. В конце 2019 года должен быть определен подрядчик на строительно-монтажные работы. Завершить реставрационные работы в уникальном здании должны в конце 2020 года. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керч. Ну а я хочу напомнить, что наша импровизированная студия располагается на крыше 16-этажного жилого комплекса «Альфа». Только посмотрите, какие виды, какая панорама здесь открывается. А все потому, что действительно мы находимся на высоте 16-этажного здания. И с одной стороны мы можем видеть центр города, центр Симферополя, а с другой горы неапольский, зеленую траву. И в принципе людей, которые потихонечку просыпаются, выгуливают своих собак и наслаждаются этим утром. Да, и многие уже собираются на работу, заканчивают свои предварительные дела. И таким людям, конечно же, важно знать погоду, важно знать, чего сегодня стоит ожидать. Об этом узнаем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как ты относишься к имени Федор? Знаешь, Стефан, у меня это имя ассоциируется с тем мальчишкой из советского мультика «Простоквашина». А советские мультики я люблю. Именно поэтому к Федорам я отношусь с теплотой. А сейчас я расскажу новость, из-за которой, возможно, ты даже больше полюбишь это имя. Новость эта касается робота, робота Федю. И он недавно успешно добрался до Международной космической станции. Состыковаться с этой станцией на своем корабле роботу удалось со второй попытки. И там для него будут происходить тестирования. В рамках этих тестирований он будет, робот, напомню, протирать пыль, будет кусачками, перерезать кабели и будет всякие другие работы производить. Управлять им будет, вот что интересно, как мне кажется, управлять им будет российский космонавт при помощи специального костюма. Представляешь, до чего технологии дошли? Ваша мама здесь и там показывает. Опять «Простоквашина». И опять «Простоквашина». На самом деле, можно было бы посмотреть этот мультик в кинотеатрах, но там его уже давно не показывают. Зато там показывают ряд других интереснейших лент, фильмов и мультфильмов. И о том, что можно сейчас увидеть на больших экранах, мы расскажем вам в нашей следующей рубрике. Вниманию зрителей российская драма «Бык». Она описывает события 1997 года. Это время борьбы и хаоса, разрухи и выживания. Преступность активно диктует свои правила на улицах. Вожак одной из таких банд, молодой лидер по прозвищу «Бык», он делает все, чтобы найти место под солнцем и защитить семью. Фантастическая история «Эбигейл» приковывает взгляды не только юных зрителей, но и взрослых. Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушует неизвестная науке эпидемия. Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности, которые наводят на мысль, что болезнь – это выдумка властей, пытающихся ликвидировать людей с магическим даром. Теперь за ней тоже началась охота. На экранах кинотеатров комедия «Трудности выживания». Нина – журналистка, которая только начала свой профессиональный путь. Однажды она мечтает стать настоящей акулой пера. В погоне за сенсацией девушка отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. По дороге к отшельнику девушка попадает в самые неприятные ситуации, в результате которых выясняется, что тот человек, которого она ищет, совсем плох собой. И это только начало увлекательного репортажа. В кинотеатрах Симферополя продолжается показ захватывающего фильма ужаса в страшной истории для рассказа в темноте. Сюжет рассказывает классическую для жанра историю. В вечер Хэллоуина школьники находят странную книгу. Все, что в ней написано, сбывается в самый неподходящий момент. Смогут ли ребята справиться со смертельно опасными чарами? Для любителей острых ощущений премьера фильма «Капкан» Флориду настиг мощный ураган. Жители эвакуируются из затопленных домов. Только смелая и бесстрашная Хэйли, несмотря на буйство стихии, остается в доме и продолжает поиски потерянного отца. И это далеко не все, что ждет девушку. Маленьким зрителям кинотеатры дарят веселый мультфильм «Агли Долл» с куклой с характером. Игрушечный город Агливиль – обычное место, где живет главная героиня – кукла Мокси. Вместе со своими друзьями она отправляется в увлекательное путешествие. Компанию ждут рискованные приключения. Задачей каждого из них становится проявить характер и остаться собой. Справятся ли они с испытаниями? Синяя бездна 2. В центре сюжета опытные даверши, которые жаждут острых ощущений. В погоне за яркими впечатлениями девушки погружаются в подводный разрушенный город. Ничто не предвещало опасности, но в какой-то момент оказалось, что это царство населено обитателями, и они – самый кровожадный вид акул на земле. Борьба за жизнь будет отчаянной. А ведь среда – это маленькая пятница. И совсем скоро кто-то поедет к морю, а кто-то – на дачу. Стефан, ты даже не представляешь, какие вопросы задавались, связанные с словом «дача» в поисковике «Яндекс». Очень даже представляю, и некоторые из них даже знаю. Людей интересует, как построить туалет на даче, как обеспечить свой участок, обеспечить защиту своему участку от ос, как избавиться от муравьев, как сделать душ. На самом деле немаловажный вопрос, действительно, из чего и как можно сделать душ на даче. Вариантов очень много, и вот именно эти варианты в поисковике «Яндекс» люди и находили. Но я продолжу дальше. Как избавиться от муравьедов? Это, я так понимаю, что насекомые большие такие, ну и большие относительно, конечно. Из чего сделать дорожки на даче? Это, видимо, проложить плитки, да? Как сделать грядки? Как усилить сигнал сотовой связи? Ой, какой актуальный наболевший вопрос. Как сделать альпийскую горку? Или как уложить тротуарную плитку на даче? Ну, тоже, в принципе, можно сказать, что наши россияне, те еще рукодельники. Потому что в основном, по данным поиска «Яндекс», все-таки люди предпочитали что-то мастерить, чинить, строить. А они в коем случае даже не спрашивали просто, как замариновать мясо на свинину на даче. Я вот хоть и не дачник, но я догадываюсь, почему они спрашивают, почему люди так интересуются этой темой. Да, все просто, все потому, что дача – это отдельный особый мир для многих жителей России, и не только. Это своего рода традиция. А ты знаешь, Саша, что и у чая бывают традиции? Я знаю, что и чайные церемонии, они тоже традиционные в ряде стран. И в любом случае, в России тоже была огромная своя культура, да и есть чаепитие, чего только стоит вспомнить о самоварах. А вот об этом мы и узнаем в следующем сюжете. Ваза, кумган, дуля, яйцо – и это все о нем, о самоваре. Главный атрибут русского чаепития имеет множество разновидностей. Все эти старинные чайные приборы сегодня можно увидеть в Крымском этнографическом музее. На сегодняшний день у нас в коллекции музея насчитывается уже более 70 самоваров и более 50 предметов для чайной церемонии, которые также составляют основу данной выставки. В России история этого сосуда для кипячения воды насчитывает около двух с половиной столетий. Все знают тульские самовары, а ведь изначально этот прибор появился в древнем Иране, часто использовался в Китае, был популярен в Риме. Однако, несмотря на место происхождения, все подобные устройства создавались по одному принципу. Изначально они состояли из двух частей – съемного тула, в котором была впаяна труба для усиления тяги, и ножки-подставки с жаровни, куда как раз и помещали угли для его нагрева. В эпоху технического прогресса самовар можно встретить только в специализированных музеях или сувернирных магазинах. На кухнях их сменили термопоты и чайники. Быстро, удобно, дает простор для чайного творчества. Хотя горячие напитки, по мнению профессионалов, сейчас не очень актуальны в Крыму. Сейчас лето, у нас чаи вообще не очень популярны, больше популярностью пользуются холодные кофейные напитки. Но также у нас есть еще и холодные чаи, они тоже пользуются некоторой популярностью. Утверждение спорное. Например, люди Востока утоляют свою жажду не холодными коктейлями, а преимущественно горячим чаем. Эта традиция становится все больше популярной как в Европе, так и у нас. Честно, пью самый горячий чай, я только кипячу и сразу начинаю пить, наверное, особенности в каком-то плане. И летом с удовольствием, потому что меня он даже охлаждает больше, чем холодная вода. Горячий или холодный, черный или зеленый, с добавками или без. Чай может быть разным, как и сосуд, в котором он приготовлен. И только одно неизменно – благотворное воздействие чая на организм человека. Более двух столетий бытовая техника постоянно развивается. Простые технологии сменяются сложными, современными. А все же традиция пить чай остается неизменной. Ирина Борилюк, Алексей Семенов. Утро нового дня. За последние четыре года Крым потратил на поддержку педагогов 100 миллиардов рублей. Это деньги на оплату жилья, на отопление, на оплату проезда для молодых педагогов. Кроме того, здесь же включена материальная помощь пенсионерам, выплата премий. И, что немаловажно, ежегодно выделяется 2 миллиарда рублей на развитие учебных учреждений. А, как говорится, в обучении свет, а не в учении тьма. Потому что здорово, что выделяют огромные средства именно для образования, для того, чтобы специалисты, молодые специалисты могли реализовать себя, и при этом чувствовать комфортно, не беспокоясь о том, где им жить и что им кушать. Действительно, воспитание детей – это очень важный вопрос. И этому сейчас уделяется огромное внимание, потому что следующее поколение, возможно, войдет когда-нибудь в историю. А о том, кто уже вошел в историю, точнее, какие события в нее попали, вы узнаете из следующей рубрики. В этот день, в 1609 году, английский мореплаватель Генри Гудзон открыл залив Делавер. Случилось это при попытке отыскать водные пути в Индию и Китай через Арктику. Из-за поднявшегося на корабле Бунта курс пришлось изменить. Направляясь в воды Тихого океана, Гудзону и посчастливилось обнаружить ранее неизвестный залив. 28 августа 1851 года открыто железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой. Это была первая в России железная дорога общественного пользования. Сначала она называлась Николаевской в честь Николая I. Ее протяженность составила 645 километров или 604 версты. Строительство было долгим и основательным. Над реализацией проекта трудились крепостные и государственные крестьяне. Восьмилетние работы обошлись примерно в треть годового бюджета империи. В этот день, в 1789 году, Уильям Гершель открыл Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна. В 80-х годах прошлого столетия с объектом сблизились два межпланетных зонда Voyager. Проанализировав полученные снимки, ученые пришли к выводу, что диаметр небесного тела более 500 километров. В 2011 году специалисты заявили, что на его поверхности обнаружена вода, а также выделение сложного углеводорода. По мнению исследователей, шестой спутник Сатурна – наиболее пригодное место для жизни в Солнечной системе после Земли. 28 августа 1908 года под Петербургом поднялся в воздух первый российский дирижабль «Учебный». Летательный аппарат сделали по проекту ученого Афанасия Шабского. Уже в 1909 году чудо техники модернизировали, установили более мощный двигатель, заменили винты, перестроили гондолу. Дальнейшему развитию отрасли на этом этапе помешала Первая мировая война. В этот день, 58 лет назад, в Братиславе прошел первый чемпионат по высшему пилотажу. С того времени тематические соревнования пилотов проводятся ежегодно. Дисциплина включена в программу всемирных воздушных игр. 28 августа 2008 года на Байкале произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился на дне озера в 30 километрах от города Байкальска. Подземные толчки силой 6-7 баллов ощущались на всей территории Восточной Сибири. Несмотря на огромную мощность колебаний, землетрясение практически не вызвало существенных разрушений. Обошлось без жертв. И вот буквально недавно на полуострове прошел очень крутой фестиваль. Называется Таврида Арт. И мы видели в интернете, следили за тем, как ребята отдыхали, выступали, творили. Но побывать нам там не удалось, к сожалению. К сожалению, побывать нам там не удалось. Но здесь сейчас нас уже ожидает Ксения Шульман, председатель студенческого научного общества КФУ, которая нам сейчас расскажет о массе подробностей. Ну, дело в том, что Ксения непосредственно была на Таврида Арты. Более того, ребята, они все-таки получили грант, о котором мы сейчас и узнаем. Доброе утро. Доброе утро. Ну, хотелось бы в первую очередь спросить о ваших впечатлениях. Как вам Таврида Арт? Замечательно. Это достаточно большое испытание. Там у нас были условия не самые радужные, но мы, тем не менее, очень довольны. Большинство участников прошли такую школу жизни, получили возможности, которые им не снились до тех пор. Это люди с самых разных уголков России. То есть не только из Москвы, из центра. И они смогли повстречаться с теми людьми, с которыми можно встретиться раз в жизни, как говорят. И вот реализовали большинство своей возможностей. Что за грант? Грант 200 тысяч на приобретение, реализацию, получается, тиража, раскрасок, брошюр, которые будут переданы 1 сентября 2020 года всем первоклассникам в Сиферополе. Вы разрабатывали какой-то проект же, да, наверное, предлагали идею, концепцию. Вот расскажите, как творили все вместе, коллективно, вы одна. Вот как удалось все-таки получить такую награду? Мы начали разрабатывать еще с июня, когда Крым присоединился к проекту «Культурный патруль». Ребята со всей России, которые занимаются охраной культурного наследия, встретились в Ярославле. Мы там разрабатывали будущую работу на полгода. И вот какие есть проекты, какие есть возможности. Владимир поделился с тем, что у них есть похожий проект. И мы подумали, почему бы не реализовать в Крыму. Тем более, что ни коммерческого проекта, ни какого-то государственного пока что подобного не существует. Решили объединить. Я встретилась с своими знакомыми студентами-художниками, которые у нас учатся в университете, с ребятами, которые вконтакте рисуют, работают. И вот они сказали, что с радостью поучаствуют. Нужно было прописать проект на портале АИС «Молодежь России». Я прописала, в принципе, и поехала туда защищать, провожаемые напутственными словами. Сложно ли было защитить, как вы говорите, свой проект? Я делала это в первый раз. Пришла заранее, за три часа до времени, когда должна была защищаться сама. Послушала, как защищаются другие участники. Было очень много достойных социальных проектов, которые действительно получили право на реализацию. Они этого заслуживали. И, в принципе, посмотрела на экспертов, как это все происходит. Ну и когда уже выходила на защиту, в принципе, есть опыт публичных выступлений, поэтому не особо волновалась. А судьи кто? Вот назревает вопрос. Перед кем вы защищали проект? Судьями были три эксперта. К сожалению, сейчас имен, фамилии не назову. Тем не менее, могу сказать, что это очень достойный представитель своего дела. Это эксперты в области спорта, так как с нами защищались спортсмены тоже. Это люди, которые реализуют проекты культурного наследия охраны из Санкт-Петербурга. И те люди, которые уже многие годы являются экспертами Росмолодежи. Ну скажите, пожалуйста, вот помимо своего проекта, какие вам еще так запомнились? Может быть, решили, что вот это действительно круто, было бы здорово, если бы его реализовали? Есть проекты, которые действительно получили деньги на реализацию. Например, вот мастер-классы по живописи Эбру для детей с отклонениями в развитии, которые реализовали ребята из Центральной России. Есть очень интересные проекты по совершенствованию городской среды. Очень много социальных проектов по проведению чемпионатов, например, по огненному спорту, по фаерингу, по каким-то контактам между детьми, опять же, вот какими-то нарушениями, инвалидами. Это очень большой аспект. У нас было 87 проектов. Это самая большая была проектная сессия. Да, вот на квартале Таври-Дар-Добро. Волонтерских проектов действительно было больше всего. Ну а из ваших знакомых, коллег, студентов, какие проекты все-таки получили тоже финансовую поддержку? Я знаю, что ребята из Крыма, которые защищались на квартале Таври-Дар-Кино, получили грант на поддержку своего собственного выступления, получается, такого иммерсивного спектакля. Да. Вместе со мной защищались ребята из Российского географического общества. Они предлагали два гранта. К сожалению, не получилось. Я надеюсь, что вот скоро будет еще один конкурс, они туда уже подались и имеют вполне полностью право реализовать. Всегда можно доработать проекты, предложить уже немножко новую, так сказать, свежую концепцию. Вы говорите о том, что скоро будет новый конкурс. Давайте поподробнее. 2 сентября заканчивается регистрация заочного конкурса, опять же, Росмолодежи для физических лиц. Туда может подать заявку любой человек от 18 до 35 лет и получить грантовую сумму также на реализацию от нуля, собственно, до полутора миллионов, там даже до трех миллионов, надо уточнить. Какие у вас и вот у всей команды впечатления? Впечатления такие мы не ожидали, потому что первый раз ехали защищать. Все-таки молодые мы надеялись, конечно. И то, что мы получили, это как бы не просто восторг, подарок, это ответственность. И мы это отлично понимаем. Уже вчера встречались с директорами, они нам дали контакт и прямую связь. И мы пойдем в Министерство образования, будем начинать работать. Ну вот буквально с 1 сентября предмет. Ну вот это такая первая небольшая пока, да, вот ответственность за то, может быть, потом вы возьмете на себя еще большую, предложите какой-то масштабный проект новый. Задумывались уже над тем, что можно еще предложить, какую-то концепцию разработать? Да, очень много ребят, знакомых, ровесников обратилось в социальных сетях с предложением. Например, поступают предложения по реализации площадок по тому спорту, которого у нас нет еще. Это джим-бар, например, то есть разновидность воркаута. Ребята просят как-то осветить другие проблемы, в том числе и студенческие какие-то, нехватку. Не все, что предлагают, может стать проектом, потому что проект имеет свои критерии. Это законченность, это возможность реализации, это определенные суммы, опять же. Тем не менее, будем работать. Как бы я не считаю правильным подходом постоянно подаваться и постоянно просить денег на какие-то сырые проекты. Как только у нас будет готова схема, когда мы сделаем этот проект, может быть, еще в течение его реализации, когда мы поймем, что мы готовы, мы возьмем на себя интересное. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. А у нас в гостях была Ксения Шульман, студентка 4-го курса Исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского. Ну а наш эфир продолжит рубрика, в которой мы расскажем вам о самых ярких и не только событиях, которые произошли недавно в Крыму. Накануне в разных районах Керчи очевидцы наблюдали в воздухе странные светящиеся объекты. Видеоролики, попавшие в сеть, заинтересовали не только крымчан, но и зарубежные СМИ. Что же это такое? Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что НЛО, другие во всем подозревают военных и секретные учения. Третьи склоняются к версии про обычные небесные фонарики. День двойной сплошной. Так этот ролик назвал очевидец. На кадрах видно, как сначала один водитель, пренебрегая правилами дорожного движения, сменил полосу, а затем уже в другой части города его маневр повторил еще один автомобилист. Очередное нарушение на крымских дорогах. Мало того, что водитель Volkswagen превысил скорость в неположенном месте и не притормозил на пешеходном переходе, свернув на обочину, он еще и устроил разборку с девушкой, которая из-за его нарушения едва не стала жертвой ДТП. Эти фото шокировали пользователи социальных сетей. Кто-то отдохнул в лесу и оставил после себя гору мусора. Комментаторы негодуют. Зачем губить природу? Даже если урны нет, разве так сложно забрать отходы с собой? Зачем губить природу? Увидеть море на закате. Что может быть лучше? Шорох волн, крик чаек и солнце, будто скатывающиеся по горе в воду. Автор этого ролика просто счастливчик, пишут комментаторы. Ну, все мы знаем о реконструкции набережной реки Салгир. Это очень неожидаемое, знаковое и хорошее событие, но огорчает один момент. Недавно там случился очередной, уже четвертый акт вандализма. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили четырех мужчин, которые несли огромный моток кабеля. Ну, примерно, не примерно, а точно 80 метров его длина. Позже оказалось, что они украли его с места реконструкции. И компании-подрядчику нанесен ущерб в 32 тысячи рублей. Ну, то есть, вместо того, чтобы не мешать, не говоря о том, чтобы помочь, люди еще и ходят и воруют оттуда что-то со стройплощадок. Это при том, что... Ну, самое обидное, что дело это для людей. И как раз-таки эти четыре мужчины очень, может быть, будут потом гулять там со своими детьми. Но при том, что, зная, что за их спиной кроется вот такая нехорошая история. История нехорошая, согласен абсолютно. И если уж вы не можете помочь, то давайте, наверное, хотя бы не будем мешать тому, как развивается город. Да, мы со Стефаном почему заговорили об этой теме? Потому что хочется немножечко, не знаю, пробиться к осознанности и все-таки гражданскому мировосприятию, подходу, чтобы люди более ответственно подходили и не портили имущество. Ну, а тем временем на улицах Симферополя уже гуляет Саша Кононов, и он на прямой связи с нами. Саша, доброе утро. Доброе утро, коллеги. На часах уже 7 часов 32 минуты. Прямо сейчас я прогуливаюсь по Симферополю. В данный момент нахожусь на улице Гавена. И несмотря на то, что до начала осени остается всего лишь каких-то 4 дня, ощущение лета, вот знаете, до сих пор. По данным синоптиков, сегодня ожидается ясная погода. Температура прямо сейчас плюс 24. Днем она прогреется до плюс 31. Атмосферное давление у нас в пределах нормы. Ветер восточный, умеренный. Поэтому я думаю, что совершенно будет не лишним, если вы взяли с собой головной убор, чтобы уберечься от солнечных ударов. И, кстати, я думаю, что стоит напомнить о пожароопасности в наших лесах. Поэтому я настоятельно рекомендую не разжигать костры. Кстати, если вдруг у вас еще отпуск, вы можете выехать на море, то я настоятельно рекомендую это сделать. Выехать, позагорать, покупаться. Потому что температура в Черном море плюс 23 градусов, плюс 25. Кстати, за последние 130 лет минимальная температура в Симферополе достигала 5 градусов Цельсия. Это было в 1949 году. А максимальная 36,6. Почти как температура человека. Она была в 1969 году. Кстати, вот 28 августа, это сегодня, отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. И также начинается у нас молодое бабье лето. Говорится, если сегодня будет солнечно и прекрасная погода, то и осень будет теплая и ясная. На этом у меня все, коллеги. Спасибо, Саша, но мы движемся дальше и переходим к репортажу нашего корреспондента, в котором подробный будет рассказ о парашютном спорте. Какой у вас коронный жест и что это вообще значит? Вот у нас коронный жест, то, что мы показали. Это парашютное приветствие, пожелание удачи. Парашютист тем самым напутствует друг друга, желает хорошего прыжка. Этот спорт не для слабонервных. Подняться на высоту 3000 метров над землей и шагнуть в пропасть решится далеко не каждый, тем более, когда ноги прикованы к инвалидному креслу. Лариса Горячева в тандеме с инструктором сделала это дважды. Хотела доказать, что небо открыто для всех. Страх был, когда было высоко в самолете, делать шаг именно в бездну. Но зато это стоило того, это круто. Это свобода в полете, это стихия, небо, воздух. И коляска инвалидная, это не предел вообще, все можно в этой жизни. Перед прыжком обязательный инструктаж по технике безопасности. Наставники рассказывают, чего ждать от полета и как вести себя в небе. Задача – развеять страхи до посадки в самолет. Мы надеваем на человека, который будет прыгать, отдельную систему. И потом за счет карабинов она подстегивается к тандем-мастеру. Тема открывается на высоте полторы тысячи метров от земли. И это делает тандем-мастер, конечно. Александр Сумченко рисковать не боится. Дайвинг, картинг к приключениям готов всегда. В этот раз открывает для себя прыжки с парашютом. И это несмотря на травму позвоночника. Для меня это лишний раз доказать себе и своим примерам окружающим, что человек сильнее любых обстоятельств. И никогда нельзя пасовать перед своими страхами. Для тех, кто прыгает в тандеме, противопоказаний нет. Главное, как говорят инструкторы, желание и правильный настрой. Ведь приходится буквально доверить свою жизнь другому человеку и стихии. У каждого тандем-мастера за спиной не одна тысяча прыжков. Профессионал и за штурвалом самолета. Вот сегодня у меня юбилей. Сегодня ровно 50 лет, как я поднялся в самостоятельный воздух. Вот продолжаю бросать парашютистам. Минута свободного полета на скорости 200 км в час. Затем инструктор раскрывает парашют. И еще 5 минут вместе с пассажиром парит над землей. Эмоции зашкаливают. При прыжках в тандеме приземление происходит всегда на ноги инструктора. И если здоровый человек может их подогнуть, то у инвалида такой возможности нет. Поэтому колени им приподнимают и фиксируют. А для того, чтобы приземление прошло успешно и без травм на земле, встречает еще два инструктора. Прыжки с парашютом для людей с инвалидностью не просто шанс выбраться из коляски. Это возможность побыть супергероем. Сильным, свободным и смелым. Ведь если человек может вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня. На реализацию творческих проектов Таврида Арт направлено почти 87 миллионов рублей. В этом списке, кстати, аж 130 человек. И за три дня проведения фестиваля его посетило больше 50 тысяч человек. Ну а сами участники, те, кто принимали непосредственное участие в этом фестивале, отзываются о нем с теплотой. Говорят, что эта площадка объединила просто все направления искусства и стала площадкой, где возможно реализовать все свои проекты и творческие идеи. Ну при том, что не только возможно, но потом эти проекты еще, как оказалось, и гранты получили, и финансирование, деньги на реализацию. То есть очень круто, когда, во-первых, люди инициативные, им есть что предложить, вот как сделать нашу жизнь лучше, как улучшить городскую среду, либо как вот раскраски, допустим, детям сделать классные, креативные. Приятно, что реализуются такие вещи. Приятно, конечно же. И еще приятно посмотреть новости, которые для нас собрали журналисты со всего интернета. Эпичное возвращение мужа домой засняла жительница Таиланда. Мужчина отправился на прогулку с тремя псами, но либо на их пути перевернулся грузовик с шоколадом, либо пришлось искупаться в целом море грязи. Судя по внешнему виду и настроению героя, ему явно пришлось не сладко. Сколько раз вы пытались почистить гранат, а у вас не получалось? Автор этого ролика сняла пошаговую инструкцию, как очистить этот фрукт от плотной кожуры, не повредив ягоды и не испачкав руки. Кто бы мог подумать, что это так просто? Неизвестный креативщик наложил песню «Примадонны. Позови меня с собой» на хит американского рэпера и смонтировал клип. На удивление получилось не только смешно, но и органично. Композиция произвела настоящий фурор в социальных сетях. Неприятный инцидент произошел накануне в одной из многоэтажек Краснодара. Мужчина зачем-то решил испортить почтовый ящик. Без ключа он попытался открыть одну из ячеек. Когда задуманное удалось, начал ломать дверцу, но потом вспомнил, что в подъезде установлена камера наблюдения. На кадрах шотландский фокусник Стиви Стар, получивший мировую известность как человек с самым странным в мире пищеварением. Мужчина пришел на румынское шоу талантов и поразил публику удивительными трюками. Вы только посмотрите, что он делает. Сотрудник на вес золота. Это видео можно добавить в копилку журналистских казусов. Во время прямой трансляции с футбольного матча, пока корреспондент объявлял состав команд, неожиданно запустилась поливочная система поля. Несмотря на то, что вода била репортеру прямо в лицо, он продолжал рассказывать о предстоящем матче. Интересно, ему выписали премию? Появилось еще одно доказательство того, что крымчане люди креативные. Опубликован список имен, которые жители Крыма давали своим новорожденным детям в августе. Среди этих имен Денис, Василиса, Сильвина, Ярамир, Эдгар, Орлен, Кемран. И список этот можно продолжать еще очень долго. Кстати, всего на свет появилось в этом месяце тысяча малышей, среди которых зарегистрировано даже пять двоен. Я хочу сказать, что как-то я делала сюжет о том, как раз таки, как крымчане называют своих детей. Было действительно очень много нестандартных имен, и среди них были даже девочек называли имена. Имена были по названию цветов. То есть это была и роза, и тюльпана. Можете представить? Да, я тоже на всю жизнь это запомнила. Это теперь, наверное, запомню и я. Кстати, о розах. Об этом наш как раз следующий сюжет. Индира Ганди. Так называется эта роскошная алая роза. Она восхищает не только размером и окраской бутона, но и сильным ароматом восточных благовоний. В Никитском ботаническом саду королевы цветов изучают уже более 200 лет. За это время создали 300 сортов собственной селекции. Это вот сорт джим. Он интересен тем, что в связи с теми задачами, которые мы селекционные ставим, выполнены почти все сейчас очень модные сорта, которые имеют форму цветка старинной розы. Но старинные розы цветут всего повторно один раз. А мы добились многократного цветения. То есть эта роза цветет не 20-25 дней, не 50 дней, а она цветет около 150-180 дней. Зинаида Константиновна – человек-легенда. 61 год занимается розами. Ей пророчили карьеру оперной певицы, но музыкой в ее жизни стали цветы. Моя судьба была предопределена уже моим происхождением. Дело в том, что мои родители были учениками Мичурина и Вавилова. Рабочих рук не хватало, поэтому надо было помогать родителям, в частности, маме. И я после школы была у нее на участках и помогала проводить, например, подготовку цветов к скрещиваниям. Так, скрещивая и переопыляя, она вывела более ста сортов видов и форм роз. В работе использовала самые неожиданные приемы, например, мутагенез с помощью гамма-пушки. Этот сорт розы называется «Пестрая фантазия». Выведен он в Никитском ботаническом саду еще в прошлом веке. Специалисты облучали семена розы ионизирующим излучением, радиацией, и получилась такая вот необычная пестрая краска цветка. Не так давно был опубликован каталог роз Никитского ботанического сада. Здесь 856 сортов. Ученые полным ходом реализуют накопленные знания. Уже в будущем году будет построен новый розарий. Море из роз раскинется почти на полтора гектара. За последние пять лет нами было также интродуцировано около 500 новых сортов, которые сейчас проходят размножение и изучение, и будут представлены на нашем новом розарии, который на данный момент строится. Мы планируем представить до 2000 видов формы сортов роз, как зарубежной селекции, новинки, так и исторические, которые уже имеют многовековую историю. Планируется даже организовать целую площадку для ароматерапии, ведь учеными выделено более 200 оттенков аромата этого цветка. Известно, что запах розы поднимает не только настроение, но и стабилизирует давление. Александр Ткачев, Алим Велиев. Утро нового дня. И правда, роза королева цветов, но ведь цветы любят не только женщины, но и мужчины, и не только Саша Ткачев. Вот, Стефан, какие цветы у тебя любимые? Нестандартные для вопросов парня. Вопрос нестандартный, и ты меня прямо сейчас поставила в тупик. Мне сказать трудно, потому что к цветам я имею не самое непосредственное отношение. Дарить, конечно, приходится, к сожалению, редко в последнее время, но сейчас не об этом. О других цветах, о цветах жизни, о детях и о том, какие детские сады открываются в Симферополе. Одном из них сейчас готов уже рассказать Саша Коннов. Саша, еще раз доброе утро. Да, коллеги, на календаре, как я уже говорил, по-прежнему лето. Это значит, остается буквально каких-то несколько дней до того, как родители поведут своих детей в школу, а кто-то поведет своих детей в детский сад. И вот стало известно, когда откроется новый модульный детский сад Ландыш, достроенный буквально полгода назад. Расположен он по улице города Симферополь, переулок ГВН-3. Он находится прямо сейчас за моей спиной. Сотрудниками службы строительного надзора была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что строительство детского сада на 100 мест завершено в полном объеме. Раньше было известно о том, что детский сад не могли никак открыть, потому что сюда не могли провести электроэнергию. Но сейчас уже все хорошо. Сад открылся. В новом корпусе электричества было проведено. Кроме того, как вы видите, выполнено благоустройство территории, установлено все необходимое оборудование. И в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. По итогу проверки был составлен акт о вводе нового корпуса в эксплуатацию. Планируется, что дети смогут пойти вовремя 2 сентября. На этом, коллеги, я заканчиваю и, конечно же, передаю вам слово. Россия страна многонациональная. У нас действительно очень много национальностей. И что интересно, все они вместе уживаются, дружат и умеют всегда найти общий язык. Особенно это применимо к Крыму, потому что Крым один из самых, если не самый многонациональный регион России. Возможно, это так и есть. Конечно, проверить не мешало бы. Ну, а сейчас мы и поговорим о том, как можно сплотить все эти народности. В гостях у нас Сайде Усманова, директор медиа-центра имени Исмаила Гаспринского. Доброе утро. Доброе утро. Вы к нам с книгой пришли, я смотрю. Да. Скажите просто, что это за издание. Это издание «Ревизские сказки крымских армян» 1782 года, в которой впервые публикуются документы после переселения крымских армян как раз-таки в пределы Российской империи в 1700 году. И вот здесь идет перепись всего того населения в городе Нор-Нахичаван, в который они были переселены прям целыми семействами. И я думаю, что для многих армян, которые знают свои корни, вот они здесь могут найти как раз-таки полную перепись своих семейств. Я так понимаю, что вот тоже литература, но это иврит? Тоже литература? Нет. Вот в рамках издания, значит, литературы на родных языках, которая издается при помощи государственной поддержки, издается литература всех народов, проживающих на территории Крыма. Но вот не все народы, к сожалению, печатаются на своем родном языке. Среди них это вот и крымские татары, армяне, которые действительно читаются и печатаются на своем языке. То есть это носители языка. Это армянский? Да, это армянский язык. И в данном случае мы 29 августа в 5 часов в 17.00 по адресу улица Ленина 9, это армянский дворик, совместно с национально-культурной армянской общиной будем праздновать как раз-таки презентацию ревизских сказок крымских армян и альманах. А как часто вообще в Симферополе и в Крыму подобные мероприятия проходят? Ну, в год у нас проходит около 8-9 официальных презентаций, на которых мы презентуем книги, которые издаются в медиа-центре. И хочется отметить, что каждую презентацию, которую мы планируем совместно с той или иной национально-культурной автономией, если есть книги, народы которых мы представляют, они в данном случае, то, конечно, мы стараемся показать ту изюминку, изюминку этого народа. Это обязательно будет что-то новое, что-то интересное, то, что касается именно этого народа, истории, традиции или музыки, или культуры. В общем, мы стараемся, чтобы каждая презентация запомнилась всем приглашенным, и нам это, в принципе, удается. Ну, а как решаете, какую книгу, какую-то рукопись, можно сказать, будете публиковать, какую попозже? Да, это очень интересный и хороший вопрос, потому что в марте месяце у нас проходит консультативный совет. До марта месяца, в период всего января и где-то до 20 февраля текущего года, мы принимаем заявки. То есть у нас на сайте медиа-центра прописано, в каком порядке принимаются документы. Это обязательно должен быть на носителе и распечатанном варианте то или иное, значит, те или иные материалы, которые касаются. Это должно быть две рецензии. Ну и, в принципе, вот в таком варианте мы принимаем и смотрим. Или обращение той или иной национально-культурной автономии обязательно к этому. Затем консультативный совет рассматривает эти книги и принимает решение, будут ли эти книги включены в государственную программу тех изданий, которые будут издаваться в этом году. В этом году у нас было принято, что в основном списке у нас 30 книг. И вот потихоньку мы уже, это будет у нас третья презентация официальная в этом году, тех книг, которые изданы в 2019 году. Ну вот, пользуясь случаем, я как раз хочу обратиться к зрителям, все, кто нас слышит, потому что мы, скорее всего, будем менять порядок приема. И прием документов у нас в этом году будет с 15 ноября и где-то до конца декабря. Затем в январе мы рассматриваем и уже весь текущий год работаем над новым списком. Как удается популяризировать эту литературу? Вот как раз-таки мероприятия, такие как презентация, когда мы широкому кругу общественности представляем те или иные издания медиа-центра, и тем более их не так много, и, к сожалению, тираж их не такой большой, а от 300 до 500 книг. И также мы выставляем на выставках, на всех тех мероприятиях, которые проводятся в Республике Крым, все национальные праздники, все государственные праздники, на всех этих мероприятиях можно увидеть те издания, которые медиа-центр издает. И, конечно, по изданию они распределяются по разнарядке, 10% автору, и остальные по национальным культурным авторам и общественным организациям, которые обратились. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что у нас в гостях была Сайде Усманова, директор медиа-центра имени Исмаила Гаспринского. Тем временем я предлагаю вам посмотреть следующий материал. Ну и на самом деле сейчас 8.00, это программа «Утро нового дня», и с вами Стефан Филатов, Александр Акарнович, и еще раз доброе утро! Доброе утро! Мы вещаем уже второй час, впереди еще приготовили для вас массу материалов, а пока что хочу обратить ваше внимание на вот эти пейзажи, на эту красоту. Мы находимся, вещаем для вас с крыши 16-этажного здания жилого комплекса «Альфа». Именно отсюда весь город, весь Симфрополь видно как на ладони, и надеемся, что эти виды по утрам радуют не только нас, но и вас. А еще спешим вас порадовать новостями. Обогнать страх с ветерком по гоночной трассе в Евпатории проедут пара спортсмены. Соревноваться люди с травмами опорно-двигательного аппарата будут на специальных картингах. Ну и почему этого события так ждут, знает Дмитрий Попов. Оксана Пономарева не может ходить. Пережила серьезную травму в 2000 году. Первое время после ДТП боялась машин и скоростей. Но преодолев страх, в прошлом году приняла участие в картинг-гонках. Заняла третье место. Многие участники тех соревнований делились воспоминаниями в социальных сетях, сохранились впечатления и позитивные отзывы. Вот, например, запись пользователя Крикет М. Собрала на 52 лайка. Подпись «Картинг без границ», хэштег «Любовь и картинг». Почитаем комментарии. Пишут «Красивая», «Очень круто получилось» и много-много смайликов с сердечками. Есть что вспомнить Марине и Александру. Он занял второе место. Пара уверена, такие яркие события укрепляют отношения. Когда проезжаешь, мимо получается пидстопов, да, все кричали. Все ура, давай, вперед! Марине недавно сделали операцию. Несмотря на это, она мечтает снова принять участие в этом году. Очень хочется поучаствовать. Это такое грандиозное мероприятие. Это так интересно, так весело. Спортсмены проедут по одной из лучших трасс в России. Ее длина почти полтора километра. Множество поворотов изверен. Тем самым для любителей картинга это своеобразный, как говорится, драйв, где можно, говорится, и добавить скорость, и на поворотах притормашивать. Для участия в соревнованиях зарегистрировали 70 человек. Это опытные начинающие спортсмены со всей страны. Картинги переоборудованы, управление ручное. Зрители получат свой адреналин. Они смогут... Увидеть интересный концерт, принять участие в конкурсах и соревнованиях, и вообще в развлекательной программе, которая будет очень яркая в этот день. Гонка пройдет в Евпатории 29 августа. Самым быстрым вручат кубки. Такие соревнования будут проводить ежегодно. Дмитрий Липопов, Анастасия Кошель, Олег Черемисин. Новости 24. Разработан проект реставрации Романовской гимназии в Керчи. Сейчас документация проходит государственную экспертизу. В качестве учебного учреждения памятник архитектуры 19 века больше функционировать не будет. Ну а какое будущее ждет самое старое здание города Героя и где будут учиться гимназисты, узнавала Екатерина Грябова. Татьяна Бойко окончила гимназию имени Кароленко в 1986 году. Спустя годы вернулась в родные школьные стены уже в качестве директора. Отмечает, после того, как здание признали аварийным, педагогическому составу приходится непросто. Для обучения детей арендуют кабинеты в нескольких заведениях. Некоторые учителя вынуждены по трем школам передвигаться, некоторые по двум школам. Но учебный процесс поставлен так, умудрились мы его поставить, чтобы учителя меньше передвигались. После того, как классы расформировали по трем разным учебным заведениям, обучение в гимназии продолжили всего 370 детей. Многие признаются, остались лишь из-за хороших педагогов и традиций школы. Здание женской гимназии в Керчи было построено в 1885 году. Обучение здесь считалось очень престижным. Именно в этих стенах многие девушки стремились получать знания. Свое название «Романовская гимназия» получила в 1913 году в честь 300-летия царствующей династии. Уже в советские годы учебное заведение стало общеобразовательным. Здание гимназии признали аварийным в 2017 году. Памятник архитектуры нуждается в капитальном ремонте. Это улица Луки, Война и Синецкого. Именно здесь построят школу на 800 мест. В трехэтажном корпусе разместятся 33 учебных класса, гардеробные, мастерские, актовый зал, спортивный блок. Рядом с учебным заведением построят полноценный стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками. В новую школу первым делом переведут всех учеников Романовской гимназии. Строительство проведут в рамках федеральной целевой программы. Стоимость работ больше 600 миллионов рублей. Отреставрированный памятник архитектуры станет музеем военной истории. Данные работы должны быть с экспертизы уже в сентябре 2019 года. В конце 2019 года должен быть определен подрядчик на строительной монтажной работы. Завершить реставрационные работы в уникальном здании должны в конце 2020 года. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Отдых 5 звезд и даже больше. Олимпийские спортсмены, артисты, звезды, сцены. Все они выбирают Крым и не из ряда. Потому что здесь есть все. Здесь есть и горы, и море, и леса. Мне кажется, найти можно развлечение. И место отдыха на любой вкус. Отдых отдыхом, но еще лучше, когда удается совмещать приятное с полезным. Чем, конечно, вот такой коллектив, такой состав звездный и занимается в Крыму. Но а где, в каких местах, на каких пляжах можно найти кумиров миллионов, знает Оксана Куприянова. Качается лето, ребята! Российский шоумен, звезда КВН и та самая Гадя Петрович. Потерялась я. Здравствуй, Гадя. Ты чего опять стоишь одна на солнце пеке? Потерялась я. А как ты потерялась? Накидалась я. Михаил Голустян не выходит из образа даже на отдыхе. Папа, вставай, мы на аттракцион пришли. Папа. Утомленный с солнцем и гастролями, Михаил Голустян для перезагрузки выбирает Ялту. Сюда же на ЮБК высаживается целый звездный десант. Заслуженная артистка России Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наталья Королева, Стас Михайлов, Александр Маршал и Игорь Николаев спускаются в подвалы легендарного винзавода, чтобы там оставить свои автографы. Может, мои дети когда-то, через много лет попробуют вот эту бутылку. Она будет с подписью. Стас Михайлов. Элитные курорты, уединенные пляжи и переполненные концертные залы – вот альтернативная карта полуострова. Причем звезды одной геолокацией не ограничиваются. Ставится Крым, приближается Керчь. За передвижениями Филиппа Киркурова по Крыму следят 3,5 миллиона его подписчиков. Вот он чекинется в Керчи на следующий день в Алуште, спустя неделю в Евпатории и, конечно, меккороссийских гастролирующих артистов – Ялта. Король эстрады и выступает, и отдыхает с размахом. Дегустирует элитный японский чай и авторские коктейли. Дурачится в парке аттракционов и, конечно, выбирает самый лучший номер с видом на Крымское побережье. Оно манит не только поп-артистов, но и рок-звезд. Певица Юлия Чичерина гастролировала в Коктебеле. Спасибо, было круто петь у подножья потухшего вулкана на берегу моря с легендарными музыкантами в нашем Крыму «Счастье». Не было бы счастья, да несчастье помогло. Чудом спасшаяся стюардесса уральских авиалиний Надежда Вершинина получила один из подарочных сертификатов и отдыхает сейчас в поселке Черноморское. Это самое насыщенное на события лето за всю мою жизнь. И хотя лето уже подходит к концу, но курортный сезон продолжается. Осенью на гастроли приедут Григорий Лепс и ночные снайперы Екатерина Климова, Гоша Куценко и Дарья Мороз. И не просто выступить, но и увезти из Крыма самое ценное, незабываемое воспоминание. Белинджик, Сочи, Баку, Монако, но обязательно через месяц вернемся сюда. Оксана Куприянова, Александр Смычек, Новости 24. Ну а мы еще раз напоминаем, что утро нового дня уже началось. Если вы лежите в кровати, никак не можете найти силы для того, чтобы встать и начать заниматься делами, советую вам выглянуть в окно. Только посмотрите, какая сегодня погода. Единственное, что не забудьте с собой либо курточку, либо пиджак, какую-нибудь легкую одежду, потому что сегодня прохладно. Действительно утро освежающее. И вот в среду особенно хочется, мне кажется, на отдых к морю. Но осталось совсем немного времени, и у вас будет возможность реализовать все ваши желания. И, кстати, парадоксально, но большинство крымчан, они даже не видели все уголки Крыма. То есть, как обычно, человек родился, живет, ну и по мере возможности пытается выбраться к отдыху. Но вот, например, я. Я совсем недавно для себя открыла западное побережье, а западный Крым — это нечто невероятное. Как я влюбилась в Тарханку, ты не представляешь. Мы были же там на фестивале «Экстрим Крым». Да, конечно, это была командировка, рабочая поездка. Но когда ты видишь, когда ты начинаешь свое утро возле моря, когда ты чувствуешь этот запах, мне кажется, что вот так можно работать каждый день. Каждый день можно работать, у каждого, хотел я точнее сказать, у каждого свои причины для того, чтобы находить силы, для того, чтобы работать каждый день. Об этом мы еще поговорим дальше, но пока что перейдем к следующим нашим материалам. Саша, ты даже представить себе не можешь, что я только что нашел. Вот решил зайти на ленту новостей, чуть-чуть посмотреть, что же там нового появилось, и нашел удивительную просто новость. Президент России и турецкий лидер Раджа Пардаган встретились на полях Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019», который проходит в Подмосковье. И вот дальше я хочу рассказать не о том, чему посвящена была эта встреча, не о том, о чем они говорили, расскажу о жести Владимира Владимировича. Так вот, он решил угостить своего коллегу мороженым. И когда расплачивался, попросил, чтобы сдачу оставили главе Минпромторга, так сказать, на развитие авиации. Самое смешное, я тоже видела эту новость, самое смешное это то, что расплатился он купюра в 200 рублей, на которой, вот зеленая это купюра, на которой изображен Крым. То есть, так сказать, Владимир Владимирович показал Крым Эрдогану. Ну, можно и так, в принципе, представить эту ситуацию. Но в любом случае, я очень, кстати, люблю мороженое, именно пить с кофе. Я знаю, что меня так научила делать подруга, но чему я действительно удивилась, так это тому, что некоторые люди пьют его, ой, кушают мороженое не с кофе, а с чаем. Действительно, никогда о таком не слышал. Может быть, даже попробую как-нибудь на досуге. Ну, а пока что мы поговорим дальше не о мороженом, а о чае. Узнаем, какие же с этим старым, древним напитком связаны традиции. Ваза, кумган, дуля, яйцо. И это все о нем, о самоваре. Главный атрибут русского чаепития имеет множество разновидностей. Все эти старинные чайные приборы сегодня можно увидеть в Крымском этнографическом музее. На сегодняшний день у нас в коллекции музея насчитывается уже более 70 самоваров и более 70 предметов для чайной церемонии, которые также составляют основу данной выставки. В России история этого сосуда для кипячения воды насчитывает около двух с половиной столетий. Все знают тульские самовары, а ведь изначально этот прибор появился в древнем Иране, часто использовался в Китае, был популярен в Риме. Однако, несмотря на место происхождения, все подобные устройства создавались по одному принципу. Изначально они состояли из двух частей. Съемного тула, в котором была впаяна труба для усиления тяги, и ножки-подставки с жаровни, куда как раз и помещали угли для его нагрева. В эпоху технического прогресса самовар можно встретить только в специализированных музеях или сувернирных магазинах. На кухнях их сменили термопоты и чайники. Быстро, удобно, дает простор для чайного творчества. Хотя горячие напитки, по мнению профессионалов, сейчас не очень актуальны в Крыму. Сейчас лето, у нас чаи вообще не очень популярны. Больше популярностью пользуются холодные кофейные напитки, но также у нас есть еще и холодные чаи, они тоже пользуются некоторой популярностью. Утверждение спорное. Например, люди Востока утоляют свою жажду не холодными коктейлями, а преимущественно горячим чаем. Эта традиция становится все больше популярной как в Европе, так и у нас. Честно, пью самый горячий чай, я только кипячу и сразу начинаю пить, наверное, особенность в каком-то плане. И летом с удовольствием, потому что меня он даже охлаждает больше, чем холодная вода. Горячий или холодный, черный или зеленый, с добавками или без. Чай может быть разным, как и сосуд, в котором он приготовлен. И только одно неизменно – благотворное воздействие чая на организм человека. Более двух столетий бытовая техника постоянно развивается. Простые технологии сменяются сложными, современными. А все же традиция пить чай остается неизменной. Ирина Борилюк, Алексей Семенов. Утро нового дня. 28 августа. Еще чуть-чуть, и школьники будут вставать гораздо раньше, чем обычно. О, кстати, об образовании. Ты знаешь, что бывает образование не просто обычно, а бывает еще и неформальное. И это даже не субкультура. Вот только о субкультурах и мог подумать. Видимо, здесь кроется что-то большее, что-то гораздо интереснее. Об этом мы сейчас подробнее и узнаем. И у нас уже гость, который расскажет нам обо всех подробностях. Элина Айропетова, председатель Крымской региональной организации «Российский союз молодежи». Да, вот как раз таки, я думаю, что наши гости нам и расскажут, что такое Центр неформального образования, который работает на полуострове уже, по-моему, если не ошибаюсь, два года, да? Да. Доброе утро. Доброе утро. Что это за центр? Центр неформального образования – это по факту организация молодежи, которая занимается ретрансляцией положительных практик. То есть все ребята, которые уже профессионально развиваются, обучаются в вузах, заканчивают магистратурой, аспирантурой и имеют какой-то положительный опыт своей деятельности и, соответственно, побед. Они в основном выигрывают грантовый конкурс, реализуют собственный проект и отправляются в муниципальное образование Крыма абсолютно во все, непосредственно с своими практиками для того, чтобы рассказать молодежи в школьном возрасте, что у них есть целый кластер возможностей, которые они могут взять уже в школьном возрасте. К счастью, в Российской Федерации грантовые конкурсы для молодежи существуют 14 лет, и это, соответственно, у любого школьника уже есть возможность в 9-м, 10-м классе реализовать собственный проект и получить уже какой-то профессиональный опыт еще в таком молодом возрасте до вуза. Давайте подробнее поговорим, о каких возможностях идет речь. Возможности очень простые, абсолютно ясные. Есть такая платформа под названием АИС Молодежь России. Это государственная платформа, где может зарегистрироваться любой молодой человек нашей страны от 14 до 30 лет. И, соответственно, на этой платформе есть все возможности, которые есть в каждом субъекте, муниципалитете, районе, межрегиональные непосредственно мероприятия. Мероприятия от дневных маленьких форумов до больших выездных мероприятий, где они уже могут акселелироваться 4-5 дней. Соответственно, у каждого молодого человека есть такая классная возможность поучаствовать в их мероприятиях. Каждый выносит из них что-то свое. Кому-то необходимо профессиональное развитие в сфере, например, медиа, либо непосредственно в сфере даже строительных каких-то навыков. Соответственно, он тоже может поехать, обменяться опытом, получить какой-то собственный опыт. С 14 лет, к примеру. С 14 лет он может участвовать в выездных и невыездных мероприятиях. То есть, в принципе, у каждого ребенка в Крыму и по всей России возможности абсолютно одинаковые для участия в таких мероприятиях. Мы занимаемся организацией муниципальных форумов. Это мероприятие ежегодно и даже два раза в сезон. Они проходят весной и осенью. Мы ездим по всем муниципальным образованиям Крыма и делаем большую 8-часовую программу со школьниками, молодыми и активными в каждом муниципалитете для того, чтобы рассказать им о конкретных возможностях, которые у них есть. То есть, по факту, молодой человек в муниципалитете, который мечтает провести крутой субботник, литературную какую-то встречу, вечер поэзии, либо даже простую самобычную школьную дискотеку для того, чтобы ребята все в школе познакомились или между школ, может реализовать этот проект посредством тех методик, которые мы даем. Мы даем возможность молодому человеку понять, кто может оказать ему содействие, поддержку, познакомиться с другими ребятами со школ, кто тоже может зацепиться за эту идею и помочь в ее реализации. Сойти единомышленников. Абсолютно верно. То есть, они могут на мероприятии найти единомышленников в свой проект, защитить свой проект, представить его, презентовать перед госорганами, потому что на мероприятиях всегда присутствуют замголовы, глава администрации, управление по делам молодежи. То есть, есть те люди, которые могут зацепить эту идею и помочь ее вывести на муниципальный уровень. Если практика становится успешной, к примеру, как и наш муниципальный форум, который мы изначально делали буквально в паре городов, то, соответственно, этот проект потом расширяется, и у них есть возможность сделать какую-то большую всероссийскую ветку. Какие крутые проекты есть, в последнее время появились? Блин, много проектов, знаете, достаточно много, у молодежи достаточно много идей. Это от каких-то мероприятий научного характера, разнообразных стажировок межсубъектных. У нас, например, ребята, наши коллеги занимаются стажировками международными в Республику Крым, сами ездят в разные субъекты России, стажируются. К примеру, эко-волонтерством занимается, Русско-географическое общество, молодежное отделение. С нашей ветки ребята занимаются сейчас проектом профориентации, тоже выходят непосредственно наших муниципальных форумов, проводят экскурсии на разнообразные предприятия, помогают молодому школьнику понять, какую профессию он хочет выбрать, уже в достаточно молодом возрасте, чтобы не было такого, и процент снижался вообще профориентационный, и в ВУЗ все приходили уже более или менее осознанно. Есть разнообразные проекты, будет для того, что, к сожалению, просто мы не тиражируем эти практики, так масштабно, чтобы каждый о них в Крыму знал, но, тем не менее, есть первокурсники в Крымском федеральном, которые собрали дрон намного дешевле, чем стоимость его фактическая на рынке, собрали они без доп каких-то знаний и навыков, просто загуглив эту историю и реализовав. Но и такие проекты, соответственно, получают поддержку в ВУЗах, в школах, в самоуправлениях, в муниципалитетах, и потом эти ребята имеют больше шансов профессионально развиться уже в более взрослом возрасте. То есть молодой человек, в принципе, к 18 годам уже имеет опыт организации мероприятий, умению общаться и взаимодействовать непосредственно со своими школьниками и одногодками. Наша цель мероприятия, по факту, это познакомить ребят, научить их вести вот эту историю личностного проявления, не бояться предлагать инициативу, чтобы они понимали, что такое инициатива, которая может расшириться, понимать ее перспективы развития. Они проходят такие тренинги, как лидерство, команда образования, нетворкнинг, сессию по знакомству с другими ребятами и, конечно, сессию по медиаосвещению, потому что все-таки какой бы проект хороший не был, где бы он не был, если о нем не разговаривают и о нем не пишут, к сожалению, мало о нем кто узнает. Поэтому мы также учим диражировать эти практики, чтобы и другие субъекты видели, подхватывали идею и межмуниципальные ребята тоже знакомились. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. А я хочу напомнить, что у нас в гостях была Элина Айропетова, председатель Крымской региональной организации «Российский союз молодежи». Ну а мы движемся дальше и впереди расскажем о киноновинках и других подробностях. И это поможет вам провести интересный вечер. Вниманию зрителей российская драма «Бык». Она описывает события 1997 года. Это время борьбы и хаоса, разрухи и выживания. Преступность активно диктует свои правила на улицах. Вожак одной из таких банд, молодой лидер по прозвищу «Бык». Он делает все, чтобы найти место под солнцем и защитить семью. Фантастическая история Эбигейл приковывает взгляды не только юных зрителей, но и взрослых. Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушует неизвестная науке эпидемия. Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности, которые наводят на мысль, что болезнь – это выдумка властей, пытающихся ликвидировать людей с магическим даром. Теперь за ней тоже началась охота. На экранах кинотеатров комедия «Трудности выживания». Нина – журналистка, которая только начала свой профессиональный путь. Однажды она мечтает стать настоящей акулой пера. В погоне за сенсацией девушка отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. По дороге к отшельнику девушка попадает в самые неприятные ситуации, в результате которых выясняется, что тот человек, которого она ищет, совсем плох собой. И это только начало увлекательного репортажа. В кинотеатрах Симферополя продолжается показ захватывающего фильма ужасов «Страшные истории» для рассказа в темноте. Сюжет рассказывает классическую для жанра историю. В вечер Хэллоуина школьники находят странную книгу. Все, что в ней написано, сбывается в самый неподходящий момент. Смогут ли ребята справиться со смертельно опасными чарами? Для любителей острых ощущений премьера фильма «Капкан». В Флориду настиг мощный ураган. Жители эвакуируются из затопленных домов. Только смелая и бесстрашная Хэйли, несмотря на буйство стихии, остается в доме и продолжает поиски потерянного отца. И это далеко не все, что ждет девушку. Маленьким зрителям кинотеатры дарят веселый мультфильм «Агли Доллс» куклы с характером. Игрушечный город Агливиль – обычное место, где живет главная героиня – кукла Мокси. Вместе со своими друзьями она отправляется в увлекательное путешествие. Компанию ждут рискованные приключения. Задачей каждого из них становится проявить характер и остаться собой. Справятся ли они с испытаниями? «Синяя бездна 2» – в центре сюжета опытные даверши, которые жаждут острых ощущений. В погоне за яркими впечатлениями девушки погружаются в подводный разрушенный город. Ничто не предвещало опасности, но в какой-то момент оказалось, что это царство населено обитателями. И они – самый кровожадный вид акул на земле. Борьба за жизнь будет отчаянной. Как часто тебе, Саша, приходится делать фотоснимки, может быть, для документов в фотоателье? Ну, раз в год, раз в два года, мне кажется, все-таки приходится. Сейчас не могу сказать точно, потому что, конечно, фотоателье – это какой-то прошлый век уже. Даже фотографии на загранпаспорт ты приходишь и делаешь уже непосредственно в органах соответствующих. Несмотря на то, что это прошлый век, да, и люди продолжают этим пользоваться, также ходят в ателье. И вот приключиться может все, что угодно, хотя, казалось бы, никто на такое даже не рассчитывает. А конкретно сейчас расскажу о случае, который произошел в Екатеринбурге. Девушка, проходя мимо одного из ателье, обнаружила свою фотографию, которая была расположена на надгробной табличке. То есть, наверное, проходила она мимо похоронного бюро? Возможно, так было и сказано. Скорее всего, я путаю. Так вот, она вспомнила, что на месте этого… Подожди, ее фотография на надгробном снимке? Да. На надгробном снимке. Я бы не хотела, чтобы такое случилось. Мне кажется, я бы умерла со страхом. Мне кажется, девушка, когда это увидела, она, наверное, чуть не умерла, но скорее от возмущения. И потом она вспомнила, что на этом месте раньше находилось фотоателье, и она когда-то, будучи студенткой, делала там фотографии для документов. Зашла, естественно, внутрь узнать у начальства, что же это происходит, как так. Где ее выслушивать не стали, нахамили и сказали, что фотографии для них передает некое агентство. Не уточняли, какое. Мириться с этим, конечно же, Екатеринбурженко не намерена и уже подала заявление в суд. Да, и вот таких вот новостей в интернете немало, но это все-таки одно из таких, так сказать, беспрецедентных, потому что неприятный момент. Ну, а вообще в интернете можно увидеть разные новости с приятными моментами, с не очень. Ну и подборку самых актуальных новостей из интернета мы вам покажем прямо сейчас. Эпичное возвращение мужа домой засняла жительница Таиланда. Мужчина отправился на прогулку с тремя псами, но либо на их пути перевернулся грузовик с шоколадом, либо пришлось искупаться в целом море грязи. Судя по внешнему виду и настроению героя, ему явно пришлось не сладко. Сколько раз вы пытались почистить гранат, а у вас не получалось? Автор этого ролика сняла пошаговую инструкцию, как очистить этот фрукт от плотной кожуры, не повредив ягоды и не испачкав руки. Кто бы мог подумать, что это так просто? Неизвестный креативщик наложил песню «Примадонны. Позови меня с собой» на хит американского рэпера и смонтировал клип. На удивление получилось не только смешно, но и органично. Композиция произвела настоящий фурор в социальных сетях. Неприятный инцидент произошел накануне в одной из многоэтажек Краснодара. Мужчина зачем-то решил испортить почтовый ящик. Без ключа он попытался открыть одну из ячеек. Когда задуманное удалось, начал ломать дверцу, но потом вспомнил, что в подъезде установлена камера наблюдения. На кадрах шотландский фокусник Стиви Стар, получивший мировую известность как человек с самым странным в мире пищеварением. Мужчина пришел на румынское шоу талантов и поразил публику удивительными трюками. Вы только посмотрите, что он делает. Сотрудник на вес золота. Это видео можно добавить в копилку журналистских казусов. Во время прямой трансляции с футбольного матча, пока корреспондент объявлял состав команд, неожиданно запустилась поливочная система поля. Несмотря на то, что вода била репортеру прямо в лицо, он продолжал рассказывать о предстоящем матче. Интересно, ему выписали премию? Время уже близится к половине девятого, а это значит, что многие жители уже выходят по своим делам, на работу. Многим это еще предстоит. И вот здесь я хочу акцентировать ваше внимание. Лучше выйти из дома немножечко раньше, чтобы не попасть в пробку и не опоздать по своим делам. Собственно, так и сделал Саша Коннафон. Сегодня проснулся пораньше и вышел на улицы крымской столицы. И сейчас на прямой связи с нами. Доброе утро, Саша. Сюда. Да, коллеги, по-прежнему тепло и уютно, но постепенно уже начинает припекать солнышко. Температура воздуха плюс 30 градусов. Это значит, что самое время спрятаться где-нибудь в тени деревьев. И прямо сейчас я нахожусь на улице Александра Невского, где 17 августа начался капитальный ремонт дороги. Мне стало известно, что во время ремонтных работ рабочие повредили корень платана. И, в общем, об этом нам сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко. Также она отметила, что подрядчик ведет работы с минимальным ущербом, но, к сожалению, случай повреждения был зафиксирован. Как мы с вами видим, все деревья покрыты такой вот своеобразной защитой в виде пластиковой сетки и досок. Я думаю, что это создано специально для того, чтобы защитить их от механических повреждений во время строительства дороги. И прямо сейчас я нахожусь возле этого дерева. Вы можете обратить внимание, находится оно за моей спиной. Вот оно. По словам администрации, специалисты своевременно обработали поврежденную часть дерева специальным составом. Это значит, что дерево будет сохранено и все будет в порядке с ним. Также Маленко сообщила, что в ближайшее время будет проведено совещание непосредственно на месте работ, и в ходе которого будет определяться высадка новых деревьев. Я думаю, что все мы с вами знаем, что деревья это легкие планеты, поэтому, соответственно, рекомендую беречь все зеленые насаждения. На этом у меня все, коллеги. Передаю вам слово. Спасибо, Саша. Стефан, вот сейчас бы взять бы и как уехать на какой-нибудь романтичный остров, сказала Саша, который находится на полуострове. На полуострове тоже хорошо, я считаю. Но я сейчас расскажу о другом путешествии, об Арктике. Конечно, холодно. Далеко ты собрался меня сослать, я хочу вам сказать. Далеко, но там есть что посмотреть. Там появились пять новых островов. Ученые нашли их впервые еще в 2016 году при анализе спутниковых фотоснимков. Показались, тем не менее, из-под воды только сейчас они, так как раньше были скрыты под ледником. Они находятся в одной из бухт на Карском побережье острова Северный, а площадь их от 1 до 55 километров. Вот единственное, почему бы я тебе не посоветовал туда ехать, потому что там нет цветов, а цветы есть в Никитском ботаническом саду, о чем нам сейчас и расскажет Александр Ткачев. Индира Ганди. Так называется эта роскошная алая роза. Она восхищает не только размером и окраской бутона, но и сильным ароматом восточных благовоний. В Никитском ботаническом саду королевы цветов изучают уже более 200 лет. За это время создали 300 сортов собственной селекции. Это вот сорт Джим. Он интересен тем, что в связи с теми задачами, которые мы селекционно ставим, выполнены почти все. Сейчас очень модны сорта, которые имеют форму цветка старинной розы. Но старинные розы цветут всего повторно, один раз. А мы добились многократного цветения. То есть эта роза цветет не 20-25 дней, не 50 дней, а она цветет около 150-180 дней. Зинаида Константиновна – человек-легенда. 61 год занимается розами. Ей пророчили карьеру оперной певицы, но музыкой в ее жизни стали цветы. Моя судьба была предопределена уже моим происхождением. Дело в том, что мои родители были учениками Мичурина и Вавилова. Рабочих рук не хватало, поэтому надо было помогать родителям, в частности маме. И я после школы была у нее на участках и помогала проводить, например, подготовку цветов к скрещиваниям. Так, скрещивая и переопыляя, она вывела более 100 сортов, видов и форм роз. В работе использовала самые неожиданные приемы, например, мутагенез с помощью гамма-пушки. Этот сорт розы называется «Пестрая фантазия». Выведен он в Никитском ботаническом саду еще в прошлом веке. Специалисты облучали семена розы ионизирующим излучением, радиацией, и получилась такая вот необычная пестрая краска цветка. Не так давно был опубликован каталог роз Никитского ботанического сада. Здесь 856 сортов. Ученые полным ходом реализуют накопленные знания. Уже в будущем году будет построен новый розарий. Море из роз раскинется почти на полтора гектара. За последние пять лет нами было также интродуцировано около 500 новых сортов, которые сейчас проходят размножение и изучение, и будут представлены на нашем новом розарии, который на данный момент строится. Мы планируем представить до 2000 видов формы сортов роз, как зарубежной селекции, новинки, так и исторические, которые уже имеют многовековую историю. Планируется даже организовать целую площадку для ароматерапии, ведь учеными выделено более 200 оттенков аромата этого цветка. Известно, что запах розы поднимает не только настроение, но и стабилизирует давление. Александр Ткачев, Алим Велиев. Утро нового дня. Трудно представить, но до конца лета остается всего 4 дня, и это вместе с сегодняшним. Даже не хочется представлять, если честно, но из хороших новостей, по крайней мере, уже хотя бы теплеет. Теплеет однозначно. И хочу продолжить рассказать о том, что, как все мы понимаем, скоро дети пойдут в школу, и обучать их будут там не только главным предметам, которые пригодятся, естественно, им в жизни, но и правам, свои права дети тоже должны знать. Ну а о правах как раз-таки можем поговорить с нашими следующими гостями. Сейчас узнаем обо всем подробно. В гостях у нас Ирина Клюева, уполномоченная по правам ребенка в Республике Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, она у вас яркая, солнечная. В таком месте прекрасное утро и прекрасное настроение. С чего же нужно начинать, разбирая вопрос о детских правах? С чего нужно начинать? О правах детей, но в первую очередь нужно знать права детям и права взрослым. Я думаю, что нашим взрослым не менее полезно знать свои права, чем и нашим детям. И хочу сказать, что наши дети более продвинуты в знании своих прав и даже своих обязанностей. Но главный документ, который у нас обозначает наши права, это декларация о правах ребенка. На основании этого главного документа и строились все законодательные акты, конвенция о правах ребенка. И затем законодательные акты государств, которые ратифицировали этот документ. Российская Федерация – один из участников таких стран. Если нарушаются права ребенка, допустим, когда он узнает, что ему делать, куда обращаться и куда стучать? В первую очередь это родители, конечно же. Мы говорим о ребенке, да, то у ребенка есть законные представители. Это родители. Либо опекуны, попечители. То есть те люди, которые обязаны защищать права своего подопечного, своего ребенка. Если ребенок не чувствует понимания заинтересованности, может быть, беспокойства со стороны взрослых, тогда в первую очередь это, конечно же, органы правопорядка. Это полиция, это прокуратура. Конечно, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым все обращения как детей, так и взрослых рассматривают со мною в обязательном порядке, согласно закону об обращении граждан. Очень важно не бояться. Я всегда обращаюсь к детям и говорю, что вы не должны бояться, не должны стесняться, не должны думать, а что подумают кто-то, взрослые, либо одноклассники, либо друзья, если со мной вот что-то такое случилось, о чем иногда даже бывает стыдно говорить. Поэтому мы детей хотим научить тому, чтобы они с поднятой головой умели говорить о своих проблемах и защищать свои права и свои интересы. Ирина Натальевна, как часто к вам обращаются вот как раз-таки ребята? Знаете, в большей степени обращаются, конечно, родители. Вот пять лет в этом году, пять лет существует институт уполномоченного на территории Республики Крым. До этого такого примера не было. И сегодня в течение пяти лет мы замечаем, что институт набирает обороты, он получает и признание, и получает доверие от граждан нашей Республики. И с каждым годом все больше появляются обращения и от самих несовершеннолетних, от детей. Но в большей степени обращения приходят от родителей, которые видят, чувствуют, понимают и просят защитить права своих детей. Что с ребенком чувствует, происходит что-то не то. Да. Скажите, возможно, есть статистика? Вот хотелось бы узнать, все-таки нарушения каких аспектов чаще всего происходят? Статистика есть. Конечно, мы ежегодно подводим такую статистику. И ежегодно в апреле месяц уполномоченные отчитываются перед нашим государственным советом, перед депутатским корпусом, перед руководителем Республики и перед прокуратурой Республики Крым, предоставляя материалы своей работы и обозначая острые моменты, которые присутствуют на территории Республики. Ну, что я могу сказать? 2018 год, более полутора тысяч обращений. Из них порядка 20 только от самих несовершеннолетних. Тем не менее, все обращения касались нарушения прав именно несовершеннолетних. Главное направление, аспекты, о которых вы сейчас сказали, они у нас в течение пяти лет очень поменялись. Если первые годы это были вопросы гражданства в большей степени, потому что не все родители своевременно обозначились со своим гражданством, а согласно наших законов дети становятся гражданами по гражданству своих родителей. Поэтому приходилось сначала определять родителей, потом уже, соответственно, определялись дети. То последний год это в большей степени вопросы обеспечения жильем, вопросы взаимоотношений, правовых отношений между родителями. На сегодняшний день это такая прямо критическая волна началась у нас в отношениях того, что взрослые люди разводятся и при этом не могут определить, где будет проживать ребенок, как он будет встречаться с одним из родителей. И начинаются настоящие войны, битвы, в которых родители забывают вообще, в принципе, об интересах своих детей, к сожалению. Ну, нехорошая ситуация, на самом деле, мягко сказано, потому что в первую очередь в любом случае нужно думать о том, чтобы сохранить психическое состояние здоровья. Конечно, мудрые те родители, которые умеют, несмотря на разные жизненные ситуации, умеют создать атмосферу такой, чтобы даже когда они не вместе и не живут вместе, и, может быть, создали уже и другие семьи, но в то же время они показывают ребенку, насколько они его любят, как он им дорог, и ни в коем случае не ломают копья и не создают невыносимую жизнь своей второй половинке и своему ребенку, либо детям. Но мудрость, она не всегда дана взрослым, к сожалению. Иногда дети гораздо мудрее, чем наши взрослые. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. А у нас в гостях была Ирина Клюева, уполномоченная по правам ребенка в Республике Крым. Наш эфир продолжит следующая рубрика, в которой мы поговорим, покажем видео, видео ситуации, которые произошли в Крыму. Накануне в разных районах Керчи очевидцы наблюдали в воздухе странные светящиеся объекты. Видеоролики, попавшие в сеть, заинтересовали не только крымчан, но и зарубежные СМИ. Что же это такое? Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что НЛО, другие во всем подозревают военных и секретные учения. Третьи склоняются к версии про обычные небесные фонарики. День двойной сплошной. Так этот ролик назвал очевидец. На кадрах видно, как сначала один водитель, пренебрегая правилами дорожного движения, сменил полосу, а затем уже в другой части города его маневр повторил еще один автомобилист. Очередное нарушение на крымских дорогах. Мало того, что водитель Volkswagen превысил скорость в неположенном месте и не притормозил на пешеходном переходе, свернув на обочину, он еще и устроил разборку с девушкой, которая из-за его нарушения едва не стала жертвой ДТП. Эти фото шокировали пользователей социальных сетей. Кто-то отдохнул в лесу и оставил после себя гору мусора. Комментаторы негодуют. Зачем губить природу? Даже если урны нет, разве так сложно забрать отходы с собой? Этим видео в социальных сетях поделились крымчане. На кадрах панорамы Коктебеля. Тихая бухта, гора Клементьева, поля и виноградники. Одни из самых красивых и облюбленных туристами мест на полуострове. А вы там были? Экстрим, как смысл жизни. Мужчина из-за лужды решил покорить небо и прыгнул с парашютом в тандеме с инструктором. Весь процесс он заснял на камеру смартфона и поделился эффектным видео в социальных сетях. Увидеть море на закате. Что может быть лучше? Шорох волн, крик чаек и солнце, будто скатывающиеся по горе в воду. Автор этого ролика просто счастливчик, пишут комментаторы. Общая готовность комплекса зданий соборной мечети в Симферополе составляет уже 80%. Сейчас строители завершают фасадные работы на административных зданиях. Идет благоустройство территорий и внутренняя отделка. В сентябре строительство административных работ будет завершено уже на все 100%. Интересные темы на этом не заканчиваются. И что-то интересное для нас подготовил наш корреспондент, который уже вышел на улицы Симферополя. Передаем слово. На улицах Симферополя сейчас гуляет Саша Кононов. И он уже готов с нами поделиться последними новостями. Саша, доброе утро еще раз. Да, коллеги, прямо сейчас мы находимся в движении. И я уже не мобильный, а автомобильный корреспондент. Мы решили проинспектировать Симферопольские дороги, проинспектировать ситуацию на дорогах и узнать, что сейчас происходит. В данный момент мы находимся на улице Маяковского, где уже 8.45, слегка движение затруднено. Я думаю, что это все потому, что многие люди начинают возвращаться с отпусков. Кто-то уже основательно начинает подготовку к школе. И поэтому я думаю, что с приходом осени ситуация на дорогах будет меняться не в лучшую сторону. И водителям, чтобы избежать пробок, придется использовать какие-то обходные пути. И я думаю, что лучше всего нужно будет использовать навигационные приложения, мобильные навигационные приложения, что позволит вам гораздо быстрее преодолеть все эти дорожные пробки. И я рекомендую также, если вы уже застряли в пробке, вы остановились, то не нервничать, не беспокоиться. А подождать и просто ехать плавно и спокойно. Кстати, хочу напомнить о дорожном движении. Стоит не превышать допустимую скорость, она 60 км в час. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Саша. Я очень рада, что ты стал вместе с нами сегодня пораньше с утра. Мы переходим к следующим новостям. И расскажу о том, что события, за которыми в последнее время следили жители со всей России, наконец-то подошли к концу. Конкретно я имею в виду ситуацию с млекопитающими, которых держали в китовой тюрьме. Дело в том, что их уже выпустили. И все мы, правда, болели за это душой, но рады тем не менее. А в этом времени хочу напомнить, что скоро, совсем скоро, на часах уже будет 9 часов утра. И надеюсь, что вы успели добраться до работы. Либо все-таки насладиться этим утром, насладиться обязательно позавтракать. Потому что именно завтрак один из главных атрибутов хорошего и продуктивного рабочего дня. А рабочий день, как известно, нужно к вечеру все всегда дожить. Может быть и не самое главное, но я считаю, знать нужно и о том, что же произошло в мировой истории в этот день, 28 августа. Об этом подробнее в следующей рубрике. В этот день, в 1609 году, английский мореплаватель Генри Гудзон открыл залив Делавер. Случилось это при попытке отыскать водные пути в Индию и Китай через Арктику. Из-за поднявшегося на корабле Бунта курс пришлось изменить. Направляясь в воды Тихого океана, Гудзону и посчастливилось обнаружить ранее неизвестный залив. 28 августа 1851 года открыто железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой. Это была первая в России железная дорога общественного пользования. Сначала она называлась Николаевской в честь Николая I. Ее протяженность составила 645 километров или 604 версты. Строительство было долгим и основательным. Над реализацией проекта трудились крепостные и государственные крестьяне. Восьмилетние работы обошлись примерно в треть годового бюджета империи. В этот день, в 1789 году, Уильям Гершель открыл Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна. В 80-х годах прошлого столетия с объектом сблизились два межпланетных зонда Voyager. Проанализировав полученные снимки, ученые пришли к выводу, что диаметр небесного тела более 500 километров. В 2011 году специалисты заявили, что на его поверхности обнаружена вода, а также выделение сложного углеводорода. По мнению исследователей, шестой спутник Сатурна – наиболее пригодное место для жизни в Солнечной системе после Земли. 28 августа 1908 года под Петербургом поднялся в воздух первый российский дирижабль «Учебный». Летательный аппарат сделали по проекту ученого Афанасия Шапского. Уже в 1909 году чудо техники модернизировали, установили более мощный двигатель, заменили винты, перестроили гондолу. Дальнейшему развитию отрасли на этом этапе помешала Первая мировая война. В этот день, 58 лет назад, в Братиславе прошел первый чемпионат по высшему пилотажу. С того времени тематические соревнования пилотов проводятся ежегодно. Дисциплина включена в программу всемирных воздушных игр. 28 августа 2008 года на Байкале произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился на дне озера в 30 километрах от города Байкальска. Подземные толчки силой 6-7 баллов ощущались на всей территории Восточной Сибири. Несмотря на огромную мощность колебаний, землетрясение практически не вызвало существенных разрушений. Обошлось без жертв. Какой у вас коронный жест и что это вообще значит? Вот у нас коронный жест, то, что мы показали. Это парашютное приветствие, пожелание удачи. Парашютисты тем самым напутствуют друг друга, желают хорошего прыжка. Этот спорт не для слабонервных. Подняться на высоту 3000 метров над землей и шагнуть в пропасть решится далеко не каждый. Тем более, когда ноги прикованы к инвалидному креслу. Лариса Горячего в тандеме с инструктором сделала это дважды. Хотела доказать, что небо открыто для всех. Страх был, когда было высоко в самолете делать шаг именно в бездну. Но зато это стоило того, это круто. Это свобода в полете, это стихия, небо, воздух. И коляска инвалидная – это не предел вообще. Все можно в этой жизни. Перед прыжком обязательный инструктаж по технике безопасности. Наставники рассказывают, чего ждать от полета и как вести себя в небе. Задача – развеять страхи до посадки в самолет. Мы надеваем на человека, который будет прыгать отдельную систему. И потом за счет карабинов она подстегивается к тандем-мастеру. Стема открывается на высоте 1500 метров от земли. И это делает тандем-мастер, конечно. Александр Сумченко рисковать не боится. Дайвинг, картинг к приключениям готов всегда. В этот раз открывает для себя прыжки с парашютом. И это несмотря на травму позвоночника. Для меня это лишний раз доказать себе и своим примерам окружающим, что человек сильнее любых обстоятельств. И никогда нельзя пасовать перед своими страхами. Для тех, кто прыгает в тандеме, противопоказаний нет. Главное, как говорят инструкторы, желание и правильный настрой. Ведь приходится буквально доверить свою жизнь другому человеку и стихии. У каждого тандем-мастера за спиной не одна тысяча прыжков. Профессионал и за штурвалом самолета. Вот сегодня у меня юбилей. Сегодня ровно 50 лет, как я поднялся в самостоятельный воздух. Вот продолжаю бросать парашютистом. Минута свободного полета на скорости 200 км в час. Затем инструктор раскрывает парашют. И еще 5 минут вместе с пассажиром парит над землей. Эмоции зашкаливают. При прыжках в тандеме приземление происходит всегда на ноги инструктора. И если здоровый человек может их подогнуть, то у инвалида такой возможности на стене нет. Поэтому колени им приподнимают и фиксируют. А для того, чтобы приземление прошло успешно и без травм на земле, встречает еще два инструктора. Как прошел полет? Блин, это просто потрясающие эмоции, захватывающее зрелище. Весь Крым как на ладони. Мне кажется, я сейчас приземлился другим человеком. Я посвящаю этот прыжок своей любимой девушке Елене. Прыжки с парашютом для людей с инвалидностью – не просто шанс выбраться из коляски. Это возможность побыть супергероем. Сильным, свободным и смелым. Ведь если человек может вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Всем телезрителям напоминаю, что наша импровизированная студия расположилась на крыше 16-этажного жилого комплекса «Альфа». Откуда открываются такие уникальные, я бы сказал, просторы и виды? И посмотреть на это сегодня утром вместе с нами могли и вы, потому что 2 часа в прямом эфире. С вами работали Стефан Пилатов, Александр Икарнович. Это была программа «Утро нового дня». И, к сожалению, нам уже пора с вами прощаться. Но мы обязательно вернемся. Друзья, хорошего настроения, бодрости, душевности. И до новых встреч. Пока-пока. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»